итак друзья мои сейчас видео будет наоборот извините за боковые шумы видео где я наоборот хочу с вами посовещаться может ли вот такая вот вещь считаться фирменной сейчас объясню в чем вопросы ну во первых цены немалый аналоги абсолютно визуально такие же и по мощности и по названиям под надписям по заявлениям по кнопкам по всему такие же на ли существует три раза дешевле сейчас покажу еще почему я хочу знать ваше мнение стоит для этих товаров первых название фирмы производителя тут как бы видно только здесь написано что зарегистрировано в германии но больше ничего про него не написано вот здесь обычно идет такая вот маленькая запись о производстве которые я тут не наблюдаю ладно мы это упустим допустим китайцы забыли это напечатать но люди которые пользуются вещами все это должно быть все коробку убрать теперь все модели этого производителя я не знаю или брендерах хрен его знает они вообще в продаже продаются и у всех вот здесь вот тоже наименование производителя или дизайнера не знаю как сказать как вот эта надпись марк шмидт в уменьшенном виде так называемый лейбл если у нас просто нету ну ладно хорошо далее смотрим табличку такую же как на коробке должна быть один в один тут она хотя бы есть но опять же все что мы видим это название самого фена ну или модели или серии как сказать черное исполнение серийный номер точнее номер модели хотя почему этим то есть номер команды ну ладно проехали 9910 на сайте производителя якобы ну не знаю насколько он хороший сайт это тоже записано и все но вопрос а где здесь название производителя адрес юридический адрес привязки там хоть что-нибудь ничего такого мы не наблюдали но опять же фен заявлен как профессиональный помнится мне еще давно мне показывали что сеточек должно быть 2 чтобы вот сюда вот не прошло ничего застряла на мелкой сетке после крупной вы снимаете должны быть волосы здесь если они попали тут опять же одно ладно хорошо допустим допустим опять же китайцы что-то там не скопировали вот но у меня все-таки вопрос как вы думаете существует ли вообще во первых такая mark является ли этот фен все-таки принадлежащим к этой марки и стоит ли доверять этой конторе доверие вызывать на самом деле немного единственное что кстати вот похоже на фирменность вот эта вилочка вот сейчас смотрю единственная тут вещь которая с соблюдением всех норм маркировок правил то есть тут маркировки как я понимаю соответствую всем стандартам от большинства стран которые я знаю то есть как минимум провод здесь хорошие все что получается но и теперь вопрос как вы думаете стоит ли пользоваться этим феном не сгорит ли квартира ну и все такое прошу писать говорится под видео если кто уже таким пользовался или имеет опыт прошу поделиться но я пока нахожусь сомнениях стоит ли его дома вообще включать потому что 2400 это немало и если он будет сбоить то поганик просто на самом деле еще и шум у него такой капец то есть явный звук того что у него что-то обо что-то трется раз то что у него движок с перенагрузка работает это два но опять же это на мой слух может не чем-то не прав все на этом заканчиваю видео жду ваших комментариев советов и предложений всем пока надеюсь что вам понравилось видео